Дорогие друзья, на концептуально-экспертном практикуме, который проходит сейчас в Сибае, очень много интересных людей и много интересных встреч. Вот сегодня одна из них, с нами сегодня встреча Андреев, Андрей Михайлович, и мы с ним хотели переговорить о налогах. Это просто иллюстрация к тому, что у нас во многих сферах жизнедеятельности мы ищем, как и что улучшить, отрегулировать, подкрасить. А по факту мы имеем дело зачастую с системой, которая неэффективна и не нацелена на благополучие нашего государства. Поэтому вот хотелось бы, Андрей Михайлович, именно эту тему затронуть, так что, пожалуйста, обратитесь к нашим зрителям. Здравствуйте, уважаемые зрители. Давайте немножечко поговорим о налоговой системе, ну и рассмотрим ее с точки зрения здания. Грубо говоря, если фундамент плохой или стены плохие, ну, косметическую правку делать можно, красиво все будет с виду, но только толку мало, это здание может быстро разрушиться. Так и налоговая система. Вот уже порядка 20 лет более у нас проводятся налоговые преобразования, иногда это называется реформой, в рамках одной и той же экономической налоговой модели. И фактически мы видим, что по сути, а мало что меняется. Вот ведь налоговая система больше всего идут изменения именно с точки зрения фискального характера. И налоговая система рассматривается как жесткий фискальный инструмент для наполнения бюджета. Но давно ведь известно, что это гораздо шире, это регулирующие функции. Но что более важно, мы посмотрим на налоговую систему, как систему, формирующую модель поведения и развития процессов. И наиболее наглядно на такой проблеме, как рост цен. Но о том, что рост цен, независимо от того, большой он или маленький, он снижает темпы роста экономики, думаю, это всем понятно. Растут цены, снижается покупательная способность, неважно, гражданина или предпринимателя. Соответственно, меньше покупается товаров, меньше производится, идет снижение темпов роста экономики. В условиях кризиса, кризис усиливается. Так вот, при чем здесь кажется налоговой системой? Все довольно-таки просто. Цену увеличить, прибыль увеличить предприниматель может двумя способами. Либо увеличить количество производимой продукции, либо увеличить стоимость на единицу произведенной продукции. Но если есть спрос, проще всего просто увеличить цену. Это предполагает рост прибыли, рост добавленной стоимости. Выгодно это, в общем-то, и финансовым структурам государства, которые собирают налоги, потому что это предполагает увеличение налоговых поступлений. И здесь получается, как бы, потребитель с одной стороны, а продавец и государство с другой. Но это краткосрочный эффект. Потому что сегодня собрали больше налогов, но при этом часть производителей, она может элементарно обанкротиться. Потому что тот доход, который они получат, он может не компенсировать новые затраты на приобретение того же сырья. И, соответственно, у него будет падать производство. Не говоря уже о повышении заработной платы и так далее. Но именно таким образом налоговая система оказывает влияние. Можно ли по-другому? Да, можно. Но надо искать варианты. А как сделать так, что налоговая система, с одной стороны, помогала наполнять бюджет, а с другой стороны, эффективно развивать экономику? Ну и вот я думаю, что еще разочек я хотел бы подчеркнуть, что действительно у государства должна быть налогово-дотационная политика. То есть налогами нужно, во-первых, регулировать ориентацию уже на продукцию по демографическому обусловленному спектру потребностей, те, которые действительно способствуют развитию и человека, и общества. И наоборот, подавлять с помощью наук в том числе и с помощью культуры потребности, которые, по сути, угнетают человека и общество. Ну и я хотел бы, вот прежде чем вы расскажете о существе вашего предложения, сказать о том, что мы должны иметь в виду, что здесь, конечно, есть системные проблемы. Мы прекрасно знаем, что все механизмы государственного функционирования и функционирования народно-хозяйственного комплекса нашего были заложены в 90-е годы. И там ничего случайного нет. Если мы обратимся к принципам Вашингтонского консенсуса и поизучаем его, то там как раз про налоги все расписано. И именно на принципах Вашингтонского консенсуса построена налоговая система нашей страны. Когда налогов должно быть как можно больше, и они должны быть чрезвычайно разнообразны. Когда Вы сказали вот в самом начале о том, что, к сожалению, по большому счету ничего не меняется, наверное, Вы имели в виду прежде всего предпринимателей, да? То есть вот для них уж точно ничего не меняется. Саму налоговую модель. Да, да. Вот та модель, которая выстроена, ее можно совершенно... А можно перейти на другую модель. А почему, значит, она для предпринимателей не меняется? Да потому что они всегда находятся под гнетом и под страхом. Потому что, ну вот, старая истина, что если у Вас нет каких-то нарушений, да, то это не Ваши заслуги, а наши недоработки. Это давно известный факт, и налоговики всегда найдут при желании, если человек действительно активно работает. А вот как избавиться от этого? Я хочу, прежде чем Вы расскажете о своей модели, вспомнить вот мои размышления на эту тему, наверное, ну уже 15-летней, 20-летней давности. Мы обсуждали с одним очень интересным, серьезным специалистом возможности перехода на один-единственный налог. Налог на потребление. Такой налог, который бы изымался автоматически, во-первых, при продажах, и во-вторых, при потреблении и пользовании чем-то. То есть, если у Вас Мерседес, Вам нужны заправки, автобаны, там, и прочее остальное. Значит, все, чем Вы пользуетесь, Вы как-то должны государству оплачивать. А вот, если я езжу на велосипеде, то, соответственно, у меня эта доля существенно падает. Вот. И это, я просто говорю о том, что вот такой нужно искать подход, когда принципиально меняется модель, когда государство само, минуя посредников, с покупателя получает налоги. То есть, не нужен здесь посредник. И тогда производитель, он вообще не задействован в налогообложении. Его задача производить. И если товар будет востребован, то у него не болит голова вообще о том, что он кому-то за что. Он произвел и продал. А когда уже идет непосредственно продажа, то надбавка вот эта налоговая закладывается не производителем в стоимость товара, а она автоматически возникает при приобретении. То есть, государство в момент получения товара, услуги, автоматически получает в параллель налоговым платежом уже свою налоговую прибыль. Вот. Поэтому я так понимаю, что у вас тоже предложение из разряда иной модели, а не просто как бы усовершенствовать то, что мы имеем. И вот теперь я хотел уже послушать ваше предложение, потому что я читал ваши статьи на эту тему. Они, прямо скажу, меня заинтриговали, они мне очень понравились. Поэтому постарайтесь как-то доходчиво донести до наших зрителей. Так, вот все-таки суть, значит, вашего предложения. Да, вот предложение просто взимать налог либо с потреблением, либо он, так сказать, такой же идентичен налог с продаж, а не похоже. Она вроде бы простая, но ведь важно с упрощением не выплеснуть другие возможности. Налоговая система, она ведь еще и регулирующая. И если предприниматель вообще не будет облагаться налогом, то мы фактически, государство, лишает себя возможности с помощью налоговой системы регулировать экономические процессы. А этого инструмента ни в коем случае нельзя лишаться. И в чем суть? Вот если, я почему начал пример с роста цен, с этой проблемы? Потому что она наиболее серьезная, и она не решается в рамках рыночной модели экономики западной уже не одно столетие. И при этом именно она наиболее сильно бьет и по экономике, и по гражданам. Особенно в период кризиса это ощущается. Когда все хорошо, когда экономика растет, это не так заметно. Так вот, а как можно сделать так, чтобы и, с одной стороны, решить проблему стабилизации цен, как это было в Советском Союзе? Ведь на самом деле Советский Союз сделал большой рывок, да, и вот в 50-е годы почему? Потому что имел возможность финансировать и позже финансировать проекты, и при этом цены не росли. Они снижались. Да, они снижались. И ежегодно, причем снизились, я вам напомню, за несколько лет после военных периодов в два раза в среднем. Вот в чем вопрос. Это вопрос качества управления. Для качества управления можно ввести один интегральный показатель. Это цены. Вот если цены снижаются, качество управления растет. Если цены растут, качество управления падает. Ну, это так реплика. Да, так это и закон экономики. Мы, так сказать, на студенческой скамье, когда были, нам рассказывали, что, извините, для чего внедряются новые технологии? Во-первых, облегчить труд. Во-вторых, снизить себестоимость производимой продукции. Что мы сегодня наблюдаем? Внедряются новые технологии, а цены растут. Противоположный совершенно эффект. Так вот, можно ли добиться? Ну, простым изменением налоговой ставки, изменить модель невозможно. Это инструмент такого тактического характера в рамках налоговой модели. Надо менять стратегическую суть. А стратегической суть является вот то, о чем вы сказали, налоговая база. Что взять в качестве налоговой базы? Вот смотрите, если мы сегодня прибыль облагаем налогом, или добавленную стоимость, то у предпринимателя законными, полузаконными, незаконными способами есть возможность снизить эту прибыль. Один из вариантов – вывести ее в офшор. Другой вариант – это спрятать через необязательные затраты. Необязательные в том плане, что они не нужны для производственно-экономического процесса. Без них можно обойтись. Но, с другой стороны, они принимаются налоговыми органами к снижению налоговой базы по налогу на прибыль. И таким образом базу по налогу на прибыль можно снизить до нуля. То бишь, ничего государству не должен. А по НДС делать еще государство должником. Об этом свидетельствует масса судебных разбирательств между налоговыми органами и предпринимателями, когда идут до начисления. И здесь возникает вопрос, а где правильно до начислили, где неправильно. Так вот, налоговая система, она должна быть еще и прозрачна. Ведь об этом же одна СМИ говорил, да? Налоги, надо, чтобы они платили, так сказать. Они были удобны для расчета и для оплаты. Они были посильны. И в качестве такой базы, ну, как буду считать, работая в практической сфере и в бизнесе, я бы предложил такие компоненты, как сырье, материалы, электроэнергия в материальной сфере экономики. Вот, допустим, предприниматель производит вот этот стол. Если он платит налог на прибыль, как я уже сказал, НДС, он может показать, что у него нет прибыли, а добавленная стоимость еще ему и к возмещению. Положено. Ноль у него прибыли. И как налоговые сегодня органы ищут, есть прибыль или нет? Через затраты. Так зачем правой рукой щасать левое ухо через голову? Так давайте эти затраты основные и сделаем в качестве базы для налогообложения. Здесь сразу хочу оговориться. Нет, налог не будет платиться, когда сделаны затраты. Он должен оплачиваться после реализации продукции, как и положено. Просто затраты служат базой. И смотрите, что мы получаем. Предприниматель, даже вот честный предприниматель, хоть так одна система или вторая модель налоговая, он все равно платит налоги. Недобросовестный предприниматель возьмем, да? Их сегодня много, и об этом много говорится. И не только у нас в России, а по всему миру. Так вот, он будет стараться снижать свою налоговую базу, снижать затраты, но он не может снизить ее меньше определенного минимума. Если по стандарту этот стол должен сделать из какого-то количества материала, то извините, меньше невозможно показать. Это уже другой стол, это уже другой стандарт. Вот вам база для налогов. Далее, если необходима электроэнергия, он потребляет электроэнергию, то здесь проверять будут не только государственные органы, но и энергоснабжающие компании. Ведь они-то налог на прибыль тоже не платят, они тоже за затрат платят налог. И тогда они сами будут следить, чтобы электроэнергия у них не утекала. Потому что это их прибыль. И мы получаем базу, которую невозможно снизить до ноля. И тем более сделать должником государства. Это первый эффект. Второй эффект. Если затраты являются базой для налогов, то предприниматель старается их не только, так сказать, основные затраты, но он не будет и непроизводственные затраты включать в себестоимость, потому что это увеличит его налоговую базу. Зачем ему это делать? То есть становится выгодным именно эффективное производство и снижение затрат максимально. Да, не просто снижение затрат, а показать в отчетах это снижение. Да, да, да. То есть мотивация на совершенно другие действия. Если там наоборот нужно показать максимум затрат. Да. И нужно, и придумаю действительно, это естественно, а что можно заложить в затраты. И чем более затратное производство, тем выгоднее по налогам. Потому что у вас затраты огромные, значит прибыли нет. Но надо сказать, что эта проблема не только сегодняшней рыночной модели. Кто жил и работал на производстве, имел какое-то отношение, может быть, к бухгалтерии, к закупкам, или слышал, как говорится, краем уха. И ведь и в советской системе, где прибыль распределялась на предприятии государством, тоже старались через затраты купить какую-то продукцию, что можно подтянуть. И бухгалтерам давали задание, если мы можем что-то купить для предприятия. Там делалось это для предприятия. Закладывать туда, закладывать, носить на себе стоимость. Да, да. А потом нам говорили, а нам говорят, что государственная советская экономика неэффективна, потому что высокие затраты, а потому что и вот это увеличивало затраты. Мотивировались люди, да, на максимум затрат. Да, да, да. Да, потому что прибыль государство распределило, прибыли может не хватить. Могут не разрешить использовать на эти, так сказать, на эти закупки, а вот затраты по максимуму. Так вот, и мы возвращаемся к самой идее теперь. Но здесь важен теперь другой момент. Затраты облагаются налогом. Товар производится. На товар повышает предприниматель цену. Но государство-то с этого повышения ничего не имеет. Потому что прибыль не облагается, добавленная стоимость не облагается. И тогда государство заинтересовано действительно решать эту проблему, в отличие от сегодняшнего момента. С одной стороны, сегодня государство должно наполнять бюджеты. С другой стороны, другие структуры государственные должны следить за ростом цен, сдерживать их. Но, извините, две взаимоисключающие задачи. Какую, в первую очередь, будет решать государство? Конечно, наполнение бюджета. И не потому, что они такие плохие, а потому что это в том числе и социальные программы. От этого никуда не уйдет. И наглядный пример вы можете найти в статистике. Буквально, если мы возьмем статистику, когда более-менее нормально было 5-10 лет назад, у нас рост экономики, да, после кризиса был слабый, 3%, 4%, 2%, а рост налоговых платежей 120%. Вот откуда берутся вот этот разбег? Ну ладно, допустим, налоговые органы доначислили и изъяли предыдущие годы неоплаченное. Но это 5%. А еще 10%. Это как раз доначисление, чтобы попытаться выполнить план. Так вот, а здесь мы получаем прозрачность. Все, есть затраты. Разбег, особенно у недобросовестных сотрудников налоговых органов, нет этого разбега. А не затраты либо есть, либо их нет. Это не прибыль, которая вроде бы есть, вроде бы нет. И затраты можно вроде посчитать, вроде не посчитать. И какой эффект мы получаем? Предприниматель. А если мы включаем как раз режим регулирования цены, когда мы знаем затраты, мы знаем себестоимость, государство тогда определяет для одной категории, допустим, предприятий 15% наценка. Или устанавливается 15% наценка от себестоимости, либо цена устанавливается. Сегодня предприниматель за счет необязательных затрат может их так увидеть, что сказать, извините, я не вписываюсь в вашу наценку, или ваша цена не позволяет мне компенсировать мои затраты. Но если предприниматель декларирует свои реальные затраты, он не сможет этого сделать. И в чем плюс для предпринимателя? Не имея возможности повысить прибыль за счет повышения цены на единицу продукции, он начинает увеличивать производство этой продукции. В чем плюс для развития экономики? Если цена не повышается, сохраняется покупательная способность и граждан, и самих предпринимателей. Они покупают. Более того, если предприниматель начинает выпускать больше продукции, то это увеличивает заработную плату работников. Единственное, что я сразу хочу здесь уточнить, вы так однозначно сказали, что нужно установить цену, или, во-первых, о цене говорить не стоит. Нужно говорить, на мой взгляд, о наценке. И здесь, наверное, речь не идет о том, что это государственное установление наценок. Речь идет именно о налоговом регулировании, когда до определенной наценки налог не вводится, а если наценка предпринимателям делается выше установленного норматива для данной отрасли, то тогда включается налоговый механизм. Так вы предлагаете или все-таки иначе? Или вы считаете, что вообще должен быть запрет на увеличение наценки? Да нет, конечно нет. В экономике не должно быть жесткого запрета и уголовного преследования, если повысит цену. Я не буду сейчас просто отвлекать. Есть простой инструмент, когда предприниматель, коротко скажем, вот есть рекомендуемая цена государства. Рекомендуемая. Если предприниматель... Нет, почему рекомендуемая? Я не понимаю. Это совершенно не юридические термины. Но вот я вам скажу свое мнение, как я это вижу. Есть установленная налоговой инспекцией нормативная наценка для конкретной отрасли. А дальше вводится налоговая шкала. И каждый работает, сколько он любую наценку может делать. Но при наценке, допустим, выше нормативной, налог увеличивается там в три раза, в четыре раза, вот на эту наценку. Вот, на мой-то взгляд, вот такой механизм должен работать. И никто не призывает ни к чему, ничего не рекомендует. Ради бога, это работает как. Но автоматически включается уровень налога совершенно другого масштаба. То есть до, скажем, условно говоря, до 10% налогов нет. Если от 10 до 20, то на эту надбавку вводится там 50% отчисление уже в бюджет. Из прибыли, которую он получил сверх этой наценки. Если еще выше, и тогда появляется хоть какое-то регулирование. Потому что сегодня, ну, совершенно неразумно, когда устанавливаются наценки. Мы видим, ну, абсолютно беспредельные. И это идет только на личный карман. А так, пожалуйста, увеличивай. Но тогда ты, во-первых, получаешь конкурентные сложности при реализации продукции. И второе, ты эту прибыль, сверхприбыль уже делишься с государством. И можно пропорции устанавливать любые. Можно изымать половину из этой налоговой прибыли. Вот что, я здесь в чем-то не прав. Виктор Алексеевич. Или у вас, или вы в этом же русле умыслите, или по-другому. Вот видите, Виктор Алексеевич, как только мы поменяли стратегический показатель по базу по налогообложению, появились варианты. Да, да. Вот вы видите один вариант. И я не говорю о том, что должен работать или этот вариант, или тот, что я предлагаю, или кто-то другой. Нет, появилась вариативность. Вот я предлагаю следующий вариант. Государство может объявить, грубо говоря, тендер, что все предприятия от добычи сырья, до изготовления готовой продукции, да, часть предприятий работает по государственной программе, где действует наценка 15%, или государство устанавливает цену. Но здесь есть, как говорится, вроде неудобство, да, выше цену не поднимешь. Но есть и конфетка. Она заключается в том, что предприниматели, работающие по этой программе, они закупают и сырье, и материалы тоже по этой программе, тоже по установленным ценам. То бишь предприниматель получает гарантированную, так сказать, гарантию, что он купит, продаст и купит. И у него будет возможность компенсировать и получить прибыль. А другая часть предприятий, которые не входят в государственную программу, они могут торговать по любым свободным ценам. Но тогда они и сырье, и материалы будут тоже покупать по свободным ценам. Не в рамках вот этой государственной программы, а свободно, рыночно. Так вот, а механизм предельно простой. Я предлагаю установить цену. Грубо говоря, если эта цена 15 рублей продажи, либо наценка от себестоимости составляет цену 15 рублей, я коротко скажу, то если предприниматель, работающий по государственной программе, установит цену 16 рублей, то он должен будет государству отдать вот эту однобавку в 1 рубль, плюс заплатить в виде, ну назовем это, штрафа или компенсации, 1% от суммы наценки. 1 рубль, 1 копейка. И тогда получается, если у него здесь была прибыль 5 рублей, чистая прибыль, с которой налог не платит, то, а он захотел получить, допустим, 6 рублей, то он отдаст государству 1 этот рубль и 1 копейку, и у него прибыль будет 4,99. Ему экономически невыгодно продавать дороже, и он будет по рекомендуемым, почему я говорю рекомендуемым ценам. Но с другой стороны, если этот предприниматель торгует в рамках государственной программы по более высокой цене, так это как раз предложение к налоговым органам проверить, а что же там делается, может быть, он часть скрывает, потому что почему он торгует себе, получается, в убыток. Это с одной стороны. Но с другой стороны, зная себе стоимость, мы должны устанавливать не только верхний потолок, но и нижний потолок, когда минимальная прибыль должна быть от предприятия, чтобы не было демпинга, чтобы не вытесняли за счет демпинга конкурентов, ведь с чем мы столкнулись? Вот я общался в 90-е годы с директором крупного химзавода, и мы ему говорим, давайте вот есть наши отечественные технологии, разработки в химической, так сказать, науке, производство коагулянтов, закупали в Финляндии. На что он отвечает, да я-то могу организовать, я выпущу, у меня будет значительно дешевле, но демпинг меня просто-напросто обанкротит, потому что на какой-то период финны будут поставлять по более низким ценам, я обанкручусь, а потом они все отыграют. Так вот, цена важна не только верхняя, все говорят о верхней, но и нижняя, чтобы не обанкротить, потому что любой демпинг, это значит вытеснить конкурентов, чтобы потом диктовать свои условия. Ну, я вот думаю, что действительно, сегодня все-таки наши зрители не специалисты по налоговой системе, поэтому, может быть, детали не будем затрагивать. Здесь самое главное, что мы говорим о том, что нужно смотреть глубже на модели, потому что сегодня, куда бы мы ни пошли, и модель развития государства нашего, мы вот сегодня на практикуме как раз говорим об экосистемном способе организации жизни, и страны, и международной жизни. И второй пример, вот опять же, если говорить именно о системном факторе, это НДС. Ну, вообще, вот можно, конечно, говорить, там разные детали налоговые, но вообще задуматься, а налог на добавленную стоимость, это вообще как? Это нормально? Или это чисто колониальный налог? Ну, по названию-то своему, налог на добавленную, то есть он мотивирует на продажу сырья. Вот у тебя есть нефть, но если ты вздумал ее переработать, то ты имеешь в виду, что надо будет налоги заплатить. Я бы, например, вот из таких общих соображений, ввел бы налог на недобавленную стоимость. Вот если вы что-то, ну, имеется в виду при экспортных поставках, если вы что-то поставляете за рубеж, но поставляете в таком виде, что туда еще что-то можно добавить, а только потом продать, то, значит, вы должны заплатить государству за то, что вы предоставляете рабочие места за рубежом, а не у нас в стране. Налог нужно заплатить за это. Поэтому в Соединенных Штатах, как известно, нет налога на добавленную стоимость, это нелепость, как это, ну вот, поэтому мы чем торгуем? Мы торгуем металлами, потому что если вы из металла надумаетесь сделать проволоку, а из проволоки намотать трансформатор, то вы таких налогов везде заплатите, что заведомо будете неконкурентоспособным. Ну, это я вот еще раз ориентирую уже наш разговор на зрителей непрофессионалов, вот чтобы суть мы поняли, что во многих и многих местах нужно просто иметь принципиально иной взгляд на происходящее, а не искать какие-то детали. Поэтому вот я хотел бы, может быть, вы еще добавите какие-то соображения уже такого укрупненного плана, да? Пару моментов. По добавленной стоимости, что вы уже сказали, здесь вообще интересно. Добавленная стоимость, это в том числе те базы, которые облагаются налоги, это в том числе сами налоги, абсолютно все, все налоги, которые сегодня платят предприниматели, они входят в добавленную стоимость. И у нас получается не только двойное, там тройное налогообложение, но я не буду отвлекать. Но я хочу просто вот, как бы рассказав о изменении стратегии, показать, что же по сути предлагается. Вот смотрите, предлагается простая вещь, отменить налог на имущество, отменить налог на фонд оплаты труда, отменить НДС, отменить налог на прибыль, и заменить его налогом на затраты, так называемые, да, то есть базу налоговую. И что мы получаем? Вот смотрите, сегодня зарплата, предприниматель, он производит продукцию, он еще ее не продал, а пришел срок платить аванс или заработную плату, он должен заплатить обязательные платежи, налоги и выплатить. А он еще ничего, то есть авансировано выплатить, да? А если мы вспомним период пандемии, тогда не производили, государство просило поддержать население, предприниматели, а налоги-то должны платить, вот, да? С имуществом тоже, извините, да, предприниматель должно развиваться, оно должно покупать новые технологии, а покупая новые технологии, он сразу становится платильщиком налога на имущество. Прибыль – это основа для оборотных, для всего, для развития. Почему сегодня мало оборотных у наших предприятий? Не потому что ее нет, а потому что ее спрятали, чтобы не платить налоги многие, или часть спрятали. Так вот, а если она есть, если она открыта, и ее не надо прятать, появляются оборотные, тогда появляется действительно возможность посмотреть. А если у вас хорошая прибыль, вы можете не только развиваться, вы не только инвестиционно привлекательны, вы можете и повысить зарплату. Ну, главное для предпринимателя, что здесь появляется полная предсказуемость, как бы своих событий. Действительно, если вот по вашей модели, как вы говорите, государственная программа, так это же счастье для предпринимателя, он гарантирован в сырье. Он знает, что у него будет перспектива, он может рассчитывать. Вот я вспоминаю... И бухгалтерия всего один налог начисляет. Вы представляете, насколько сокращается отчетность, там числе налогов, вместо десяти налогов. Не как сейчас. Налоги насчитали, насчитали, сплюсовали и отправили, ей налогов. Нет, а всего один налог обхитривается. Ну да. А это, наверное, самая главная такая стабильность. Потому что у нас самое страшное, это отсутствие определенности, какой бы то ни было. Никто не знает, что будет завтра. А вот я вспоминаю, еще помню те газеты многостраничные, когда выходил план народно-хозяйственного развития. Это немыслимо. Но там по номенклатуре все-все-все расписывалось. И вот опять же, если говорить о новых подходах, то мы давно должны перейти от счетно-финансовых методов экономики к организационно-технологическим. Когда мы планируем по номенклатуре, причем по номенклатуре демографически обусловленных потребностей. Когда народ видит, что будет производиться, а предприниматель, видя всю эту палитру планов производства, он, соответственно, находит свои ниши. Потому что в сталинские времена до 87% номенклатуры выпускалось исключительно частными артелями. То есть тогда частное производство было ведущим, как это ни покажется, странным для кого-то. Все считают, что там нет. Именно в сталинские времена работали частные артели, которые и выпускали все необходимое для населения. Ну вот, собственно, наша встреча-то, она ведь посвящена не нашему самообразованию в сфере налогообложения, а расширению нашего мировоззрения при взгляде на любой вопрос, с которым вы имеете дело по своей профессии. Можно совершенствовать то, что есть, но мы видим, что мы вошли в эпоху системного кризиса и перемен ждем, соответственно, системных. Вот, поэтому я вам очень благодарен за такой принципиально иной взгляд на налоговую систему. Потому что у нас очень много говорится о том, как бы там что-то усовершенствовать, но не говорится о том, что нам нужна иная модель налоговая. Вот это, наверное, самое главное. Здесь важно добавить, ведь мы-то пользуемся, вот вы вначале сказали, и экономической, и налоговой моделью, которую под себя сделал Запад. Под себя, не для нас. Тот же НДС был введен в Африке сначала, разработан французами в 60-е годы, 20-е века, и введен в Африке для экспериментов. Для того, чтобы не допускать колонии возможности развиться, она должна сырьем торговать. И, соответственно, наша налоговая база, как была в 90-е годы на это заточена, так модель ее не изменилась. И налоги не уйдут. Где затраты произведены, они там будут налоги оплачиваться. Все, офшор уже не поможет уйти от налогов. Да-да, ты за сырье заплати здесь и все. И налог здесь, где ты работал, где ты затраты понес, затраты. Там ты оплатил налог. И если у тебя производство разбросано по стране, то во всех этих точках ты будешь платить часть своих налогов. А это тогда появляется интерес и на местах. Потому что, извините, какой интерес в каком-то населенном пункте развивать часть производства, да, вроде бы, да, рабочие, то налоги уходят куда-то в центр, где находится юридический адрес предприятия. Ну вот, ваше предложение, совершенно очевидно, его рациональность. Я сейчас, я очень детально тогда читал ваши статьи. Я поражаюсь одному. Почему вам не удается продвинуть эти идеи? Вот вы расскажите, что вы предпринимали и почему эти модели не внедряются в жизнь? Ну здесь, как во всем у нас в жизни, есть две проблемы. Проблема системная, проблема человеческого фактора. Впервые в 2004 году направил в Академию наук президенту Российской Федерации, в ней различные, получил ответ из Института экономики Раны, где мне написали, что вы не правы, что налоговая реформа проводимая дает мощный толчок для развития экономики. Это почти цитата. Но наступил 2000... А я тогда написал, что реформы не дадут результата, потому что системный подход не позволит получить эффективного результата. Потому что модель порочная. Вы-то пишете о порочности модели, а там пишут, что вот у нас идет хороший сбор налогов, все работает идеально, отлично. А на что она работает, это не обсуждается. Я смотрел эти ответы. А там был рост экономики, потому что мы много продавали сырья за границу, нефть. Как раз там за границей был рост. Там был рост, не у нас. И тот рост потянул нас, как паровоз. Не мы паровоз. Мы прицепной вагон. Так вот, и здесь, почему я говорю системная проблема? Беда не... Здесь беда, не вина, беда. Почему все-таки вот вы сказали, потом вы еще куда-то обратились? Ой, с 2004 года, куда только не обращался. И мне пишут, что основная проблема это... А эта тема не изучается, она не исследуется. Вы посмотрите в план МИР Академии Наук. Ее там нет. Невозможно найти ответ там, на что вы не ищете. Но это я понимаю ученых. То есть там что? Там речь идет по-прежнему о совершенствовании этой модели, да? Там вообще налоговой системы нет. Тема налоговой системы вообще нет. Ни с фундаментальной точки зрения, ни с прикладной. Ну, к великому сожалению, у нас получается так, что во многих делах, поскольку интересы структуры и интересы общества находятся в прям противоположном направлении, что чем более эффективно работает структура, тем больший урон наносится общественной системе. И вот, наверное, с налоговой системой ситуация как раз такая. Значит, вы, как я понял, стучались во все двери, да? Ой, куда только не стучался. От регионального до федерального уровня. И в Думу, и в Совет Федерации, и в Администрацию Президента, и на имя Президента, везде. Но тут проблема у нас постсоветского пространства. Нас ведь действительно как колонию сделали. Вы ведь посмотрите, сегодня в МГУ нет не то, что кафедр. В МГУ, я почему заостряю внимание, я уж не говорю про другие, да, вот, вузы. МГУ это у нас как бы флагман, готовит государственных служащих, да, руководителей. Так вот, в МГУ нет не то, что кафедры, я уж не говорю про факультет, даже предмета политэкономии, а систему как раз изучения системного влияния моделей экономических изучает политэкономия. И это, в Советском Союзе мы изучали историю экономических учений. Это был небольшой недостаток, мало исследовали именно системное влияние моделей, сами модели. И вот это как бы пошло дальше, досталось и России. Но так еще хуже, как только пришла Соровская программа, грубо говоря, да, у нас в вузах политэкономию убрали. Ну правильно, а зачем, если мы, Россия, страна второго сорта, мы не должны понимать и разбираться, что мы делаем, куда нас ведут. Вот в чем проблема. Надо в вузах возвращать политэкономию, и надо изучать ее не просто с исторической точки зрения, а с системной точки зрения, моделировать. Потому что модели экономики, они решают конкретные политические проблемы. Не бывает, чтобы модель работала вот сама на себя. Она решает какую-то политическую задачу. И разорвать вот эту связь между политикой в отношении государства. И вот сутью этой модели, это вот и решалась такая задача в 90-е годы. Ваше дело, вот вам модели все созданы, вот и работайте. Вот здравоохранение, значит, чем больше вы денег заработаете, тем лучше. А на чем зарабатывается? На больных людях только, на здоровых. И так, куда вы ни киньте, везде система чисто колониального типа выстроена. Поэтому у нас стало пора задуматься именно о системной реорганизации нашего народно-хозяйственного комплекса, а не о покраске фасадов, которые работают не на благо народа. А если говорить о БРИКС, вот БРИКС, да, то вот такая модель, которая предлагается, она ведь архивыгодна нашим партнерам, с которыми мы сейчас ищем. Вот Африка, мы идем в Африку. Вот если мы вот эту модель предложим, все будет сложно выкачивать. Да, да, да. Вот, кстати, этим мы и завершим, наверное, что у нас в 2024 году наша страна является страной, которая будет организовывать саммит БРИКС. И я вот хотел просить, чтобы вы тоже приняли участие в проработке этого вопроса, в том числе и для вынесения на уровень БРИКС. Ну, в заключение просто вы вначале не представились, в двух словах, чтобы понимали, что вы не новичок в этом деле, я знаю вас как профессионала, и вы даете очень грамотные предложения. Несколько слов о вашем опыте, и вы, я знаю, кандидат наук, именно по этой... Кандидат науку учился, защищался в Москве, в настоящее время переехал с семьей живу на юге, в республике Адыгея. Продолжаю научные исследования. Именно в сфере налоговой политики. Не только налоговой, вообще системной, но в том числе в экономике. Я пока имею в виду тему нашего разговора. Да, в экономике, и вот вы знаете, да, вы тоже знакомились, но это может быть тема уже другой какой-то беседы, и по БРИКС, и по замене зависимости от доллара, да, вот есть разработки, я думаю, мы их тоже обсудим. И именно, что очень важно, занимаюсь на основе системного анализа. Понятно. Системного подхода. Пока я хотел зрителей убедить, что предложения, они связаны с глубоким профессиональным знанием этих проблем, потому что... Этой проблеме более 20 лет. Я же говорю, в 2004 году я ее уже направил, а разрабатывать начал раньше. Да, то есть занимаетесь этим 20 лет, и поэтому говорите со знанием дела. Причем с очень глубоким знанием. Ни одного аргументированного отказа с точки зрения науки. Мне просто говорят, извините, мы этим не занимаемся. Ну, я читал ответы, там пишется, да, у нас, ну, действительно чистыми лозунгами. Наша налоговая система способствует развитию, укреплению нашей государственности. И вы там, это самое, ваши предложения. А я не спорю с этим. Она способствует, но в каких рамках? И куда. Ну что ж, тогда на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Я пожелаю вам дальнейшей настойчивости. Я убежден, что сейчас времена наступают принципиально иные. И принципиально иное отношение к предложениям. Это мы наблюдаем вот на примере указа 809-го президента, который мы обсуждаем. Мы наблюдаем это на примере того, что наше государство заявлено теперь как государство-цивилизация. Это требует иного взгляда на вопросы уже теперь цивилизационного управления. Так что все у нас получится. Спасибо. Всем всего хорошего.